Ложкой! Ложись! Что? А? Ты реально что-то добавил не то? Что это? Ой... Майни, ну с вами! Всем привет! И сегодня у нас реакция на ложку и это сердце вселенной 25 и 26 серия 25 тайная кобота почти Гарри Поттер, Майнкрафт, по-моему, я смотрю. Нападение на город Эшхолд. Вот оно! Именно эти слова тут же отвечают на вопрос, зачем уходят монстры и зачем копятся армия зараженных. Правда, теперь непонятно зачем именно этот город и для чего эта атака в целом. Очень важно осознавать, что это как-то связано с церковью, которая как-то связана с началом заражения, которая как-то связана с появлением мироходцев, первых мироходцев. Распутываем клубочек, как говорится. А вообще, всем привет, дорогие и друзья! Мялоу, Ложка! Добро пожаловать в сердце вселенной! Поехали! Оп, волна пошла! И снова всем привет, дорогие и друзья! Я Лоу, Ложка! Мялоу, Ложка! Но, учитывая, что там церковь, которая связана с появлением очищения, а значит и связана с зарождением мироходцев, надо бы помочь этому городу. А еще надо бы понять, что об этой помощи думает Багрянник и, например, Джедеич. Да, надо узнать. О, и кстати, до этой серии у меня появилось новое несбывшееся желание. Не говори вслух, а то не сбудется. Оно мы тогда потратили на желание богатства, а теперь мы можем сделать что? Так, выносливость, жизни, барьер. Наверное, выносливость это самое крутое, потому что мы что-то типа будем не тратить эту выносливость, да? Нам понадобится сахар и то самое несбывшееся желание. Окей, обязательно сделаем, а пока что... Хей, Невер, привет! Ты как? Здоров, как видишь! Да не-не-не, я не об этом. Я понимаю, что ты живешь на центральном острове, и тебе тяжело. Тут часто бывает шумно. Я об этом. Возможно, но только возможно. Ророшка, мне приятно, что ты спросил. Можешь считать, что я чувствую себя так же, как и всегда? Ага, ну хорошо, если это так. Но, было бы лучше, если бы ты перестал водить сюда кого-нибудь попадя. И кого попадя тоже. Я не привык к такому большому скоплению разумных существ. Раньше у скинта можно было спокойно посидеть, восполнить силы, а сейчас же рядом постоянно кто-то ошивается. А дай ему это, перенести в остров. А я не хочу быть случайно втянутым в какой-то глупый разговор. Воу-воу, ладно, но... Слушай, ты довольно часто сам начинаешь разговоры. Почему другим нельзя начать разговор с тобой? Ничего я не начинаю. Отстань. Отстань, отстань. О, и всё. О, господи, Невер. Иногда мне кажется, что ты сам создаёшь себе проблемы. Хорошего тебе отдыха. Да уж, даже привет нельзя сказать нормально. О, и кстати, подожди, подожди, у меня кое-что есть на проверку. Расширение владений, пещера. Мне сказали, что я неправильно пользуюсь пещерой. Короче, раз в какой-то промежуток времени не только руды появляются, но и дроп в сундуке. И вот оно. Оказывается, каждый раз мы можем даже не копаться. Обалдеть, сколько всего. Это за все-все серии, сколько я не брал из сундука. 14 железа, почти 100 кредстоуна, хорошо. Так ещё и это можем добыть, получается. Приятненько, приятненько. И вот после такого нововведения я хочу улучшить пещеру ещё разочек. Так, но перед этим рудное железо переплавляем. И обязательно багрянника проверяем. О, ложка, ты погляди. А мы как раз тебя вспоминали. Здорово! И вам привет. И какие из моих достоинств вы уже успели обсудить? О, ха-ха-ха. Столь редкую среди долгоросликов скромность. Ха-ха-ха. А вообще, на самом деле... Мы просто обсуждали, что нам могут понадобиться дополнительные ресурсы. Да, да. Но, Лолошка, ты, конечно, не обязан нам ничего приносить. Да и... Прямо сейчас нам не то, чтобы что-то нужно. Ладно, но если что-то понадобится, вы говорите. Может, я и не смогу принести, но хотя бы обсудим. А сейчас я бы хотел, Гимлин, поговорить с Марком. Хм. Ну ты говори. Да нет же. Я имел в виду наедине. О, да. Конечно, я понимаю. Долгоросликовые секреты, да? Ха-ха-ха. Да, да. Конечно. Долгорослики предпочитают дружить только с себе подобными. Опять он говорит слово «долгорослик». Ммм, конечно. Что? Гимлин, но мы не... Ай, неважно. Гимлин, обидим еще. Обидим тебя, Гимлин. Что ты хотел обсудить? Привет. Слушай, а что начать... Ладно, не будем шутить над Гимлином, все-таки мы слишком... Мы не упадем до такого уровня. Так, получается нападение, да? Ааа, у меня нет выбора про нападение. Я хочу найти способ выселить Гимлина. Неверу слишком тяжело, когда так много народу... Что? Что? Ты какого черта? Что такое знает про тебя Джон, чего не знаю я? Как думаешь, все ли в церкви так же преданы вере, как и ты? О, кстати, да. Помните цепочка про предателя? В предыдущей серии GDH, когда я за него играл, спросил у ложки про предателя. И, возможно, я думаю, что это епископ Луки. Как думаешь, все ли там преданы? Хм, ну очевидно же, что да. Еретики бы не смогли проникнуть в церковь. Подобное попросту исключено. Да, да, Марк, я понимаю, но ты в этом абсолютно уверен? Да. Подумай сам. Сколько ты видел еретиков, которые могут промолчать о том, что они еретики? Что? Слушай, я не уверен, что... Именно. Каждому из вас необходимо при первой же возможности сказать, что наша религия это полный бред. Ну там же партизанчина процветает. Нет же, Марк. Подожди, ты правда думаешь, что это единственная причина? Ха-ха-ха-ха, ну конечно же нет. Все инквизиторы церкви регулярно проходят проверки на чистоту помыслов. И если они не проходят проверку, их могут понизить в должности или вообще изгнать. Правда, они достаточно лояльны к своим служителям. Если тебя изгоняют из инквизиции, ты все еще можешь быть прихожанином. Вау, звучит очень мягко, учитывая, что они готовы сжигать людей за несогласие. Не говори так. Церковь не прибегает к насилию без нужды. Да-да, конечно. Это все, что ты хотел узнать? Не совсем. А есть те, кто освобожден от этих проверок? Нет. Только высшие чины не обязаны проходить проверочный ритуал. Кардинал и епископы, верховный инквизитор, обычные инквизиторы и монахи, все они подлежат проверке. Ну то есть как раз епископ не должен проходить. Но подожди. То есть получается епископы и кардинал вне подозрений, правильно? Ха-ха-ха-ха. Чтобы попасть на такую высокую ступень, юнец, нужно быть самым преданным. Только тот, кто отринул ради церкви все, может оказаться так высоко. Теперь-то я надеюсь, у тебя все? Ммм. Да, Марк. Думаю, да. Хорошо. Тогда я вернусь к своим делам. Геймлин рассказывал мне об одном интересном сплаве. Думаю, мне выйдет повторить. Хм. А тебе для этого что-то нужно? Как раз таки да. Чтобы ты не мешался, Лоу-ложка. И горн погорячее. Ну, думаю, тут я и сам справлюсь. А теперь иди. Иди, иди, давай. Хе-хе-хе. Даже ресурсы не нужны? Окей. Хм. Вообще, горн погорячее. Это, кажется, я могу. Вернее, Невер может. Что? Подожди. Такой... Нет, Лоу-ложка, ты неправильно понял. Он имел в виду, что сам справится. О, господи. Лоу-ложка, как обычно, он... Он хочет помочь. Ему это надо. Неужели появилась реально прокачка? Да? Гостевой дом Марк. 7000 спарков. Ну, не знаю, надо ли это делать. Подожди, как еще раз он сказал? Но думаю, я и так справлюсь. При этом мы можем помочь. Ладно, у меня есть спарки, поэтому давай, 7000. ОПЯТЬ РАБОТАТЬ! Ахалай-вахалай! Дом улучшай! Опа. Да, Невер, спасибо. Хе-хе. Без лишних вопросов. Марк, прости, честно, я как зритель не собирался, но... Видимо, все-таки поговорить. О! А ты, я посмотрю, не оставил привычки все делать быстро, а? Хе-хе-хе-хе. Я очень ценю твое же, Слоу-ложка. Правда. За это я даже позволю тебе... Хе-хе-хе, хотя нет. Ты еретик. Но мои возможности, как кузнеца, существенно расширились. Хм. Пожалуй, вернусь к работе. Подожди, а... Что, что? Ты позволил бы мне подержать свой клинок? Или что? Что, что? Я и не... Звучит максимально по-мужски. Прикольно. Понимаю. Видимо, да. Подержать чей-то клинок. Подержать клинок? Но вообще у меня ощущение, что нам жестко намекнули. Если я продолжу помогать Марку, он может подарить свои клинки. Это звучит просто обалденно. Так, погоди, а ты сказал, что у тебя что-то расширилось. Я могу торг... А, стоп, я могу поговорить. Ну, Лолошка, я же попросил. Да-да, да, ну мало ли. Нет, у меня ничего не получится, если ты будешь мешать. Иди, мы закончили разговор, Лолошка. Ладно, но у тебя что-то новое, да? Все. Это клинки его? Клинки мы... Сколько? Сто тысяч! Сто тысяч! Как говоришь, Траклара! Сто тысяч спарков! То есть я был прав! И броня, кстати. Но... Е-те-ть! Я не могу посмотреть, сколько клинков... Точнее, сколько атаки. Я чертовски захотел нафармить сто тысяч спарков. Да, но подожди, смотри, у него тут тоже обновилось. Добротный двуручный меч. Ой, как же захотелось. Также отравленный кристалл скинта, чистый кристалл скинта. О, чё, броня мирохоца. Э-э... Слушай, чё-то как-то я неплохо его прокачал, это правда. Мне нравится мой глубый двуручный меч. Но я поменял его на этот элифийский, потому что у него больше урона. Зато теперь мы, по идее, можем снова прокачать какой-то новый меч. Вот этот двуручный. Купить. И что у нас в итоге? Требование 16 сил. Ого! Ты посмотри, какой базовый здесь урон. 42 плюс 11. Так, требование получается 16 сил. У меня сейчас... Ему бы перестать качать все попасть. Ну, все попадя вот так. Вот это покачать. И вот это покачать. Так бы он сейчас бы в силу все лупанул бы. И сейчас ходил бы с отличным двуручным мечом. А так вот, блин, вот я меч покачаю. Привет, меч покачаю. 13! Блин, ну у меня нет столько спарков. Окей, зато я понял. Надо фармить. Мы это обязательно сделаем. А пока что never. Тут ничего. Здесь у нас тоже ничего. До свидания. И на всякий случай проверим остальных. И на всякий случай проверим остальных. Эй, Альфред. Ну, живой дышит, как говорится. Что там, интересно, у Берингария? О, привет, что делаешь? Поговорить. Грибаная достойка, да? Эй, Берингарий, привет. Ладно. Эй, Берингарий. Эй. Да боже. Алло, Берингарий. Лолошка, да что такое? Я тебя даже и не заметил как-то. Я тут уже несколько минут стою. Минуты? Да, да, то есть не минут. Ладно, короче, это не важно. Ну, ладно, как знаешь. Но ты это-то не болтай мне под руку, Лолошка. Я мог добавить не тот ингредиент. И всё. Пуф, понимаешь ли. Залетел бы мой домишко-то на воздух. Да. Ты там точно грибной настойку варишь? Грибаная, а что ты делаешь? Лолошка. Ложись! Что? А? Ты реально что-то добавил не то? Что это? Кажется, всё-таки перепутал немножко. Но нам повезло. Не взорвалось. Только вонь. Берингарий. А нельзя быть как-то повнимательнее, не? Ну, только... Я предупредил тебя. Да нет же, я не про это. Я просто хочу, чтобы к моему дому относились бережнее. Всё-таки это мой сон. Я бы не хотел, чтобы он взлетел на воздух. Из-за каких-то мухоморов. Ох, как будто бы мухоморы могут взорваться. Вот если использовать зрелые пыховики. Берингарий, прошу тебя. Да ладно, ладно. Я просто шучу. Шучу. Буду более уважительно относиться к твоему дому. Я тебя понял. Я услышал, Лолошка. Лично все на панике какой-то. Ха-ха. Конструктивно, я понял. Так, здесь ничего нового не появилось. Берингарий, в общем, постоянно что-то готовит. А Джон ведь опять куда-то делся. А я так и не рассказал ему о своих подозрениях. И чего я начал с этими тремя тысячами спарков? Это же вообще на меня не похоже. Впрочем, это его проблема, что он решил уйти. Даже не поговорив со мной. Марк с одной стороны подтвердил, с другой стороны опроверг мои догадки. То, что епископ Луки не проходит проверки, говорит о том, что церковь не узнает, если его помыслы окажутся нечистыми. Но как ему тогда удалось стать епископом? Хм. Как бы то ни было, я уверен, что с ним что-то не так. Епископ Луки с самого начала показался мне каким-то... Другим, что ли? Задание среди нас. Во! Имангаз! То есть мои догадки... Имангаз! Сейчас будет предатель искать. Мои догадки Лолошки все-таки немножко схожи. Это радует. Наведаться к епископу Лукию и обсудить его потенциальное предательство. О! Хе-хе-хе-хе. Как же оно долго идет. Короче, Джон может сколько угодно считать всех вокруг бесконечно тупыми. В особенности, кажется, меня. Но самое время показать ему, как сильно он ошибается. Епископ Луки кажется мне единственно верным ответом на вопрос, кто все-таки предатель. В этом я и собираюсь убедиться. Так, окей. Давно в городе не было. Но как? То есть чисто теоретически это только через кристалл Вэшхолд? Блин, ну ладно, короче, не будем думать. Просто... О, желание. Да, кстати, желание! Погоди, епископ Луки! Плевать на тебя, плевать! Пошел ты, епископ! Я чуть не забыл. Сейчас сахара понюхаю. Точно, спасибо. Давай-ка, наверное, сразу побольше возьмем и немножко вырастим. Нельзя тратить все, не выращивая новое. Поэтому давай. Топчи! Все, расти. То же самое здесь. И то же самое здесь. Сахарочек получаем. Соединяем. И тадам! Желание, выносливость. И так. Все, оно сразу всосалось. Как оно используется, в целом мы более-менее понимаем. То есть надо просто взять сферу желаний и юзануть. Правда, я заметил здесь два слота. Типа, оно вместе активируется. Будучи заключенным в сферу, значительно повышает выносливость владельца. Дает плюс 20% к запасу сил на 10 минут. Ооо, на 10 минут это хорошо. Все. Напомню, богатство удваивает добычу спарков. Давай-ка, наверное, сначала встанем и проверим. Да я пойму, а что оно требует на использование? Используем! Да, сразу две сферы. Сюда. Вот жалко, что здесь ничего не написано. Ну видно, что увеличилось количество этого энергии. Вроде как активировал и оно работает, правильно? А, во! Запас сил стал почти 400. Офигенно! О, да, я... А как часто можно использовать эту штуку? Уважаю эти сферы желаний. Короче, перемещаемся. Постоянно, если да, тут уж постоянный баф. Не проще было просто ему дать баф навсегда. Типа, вот и все. Чем вот это использовать постоянно. Эшхолд, перемещаемся. Просто не пойму, какой штраф за то, что он использует. Угу, спасибо. Так, и в итоге, епископ Луки. Это, по идее, где-то... А, так вот он. Реально просто стоит. Ой. Ё-моё. Проповедь я читал. Что происходит? Тут проповедь какая-то была, я не понимаю. Спасибо. Так, ребят, ребят, простите. Да, пожалуйста. Да, спасибо. Много вас. Здравствуйте. Фига себе вы собираете тут людей. Прикольно. Поговорить. Не думал, что после того переполоха ты вновь явишься, дитя. Но я очень-очень ждал тебя. Мне пришлось приложить много сил, чтобы о том недоразумении забыли. Но я знал, что ты сможешь встать на нужную тропу. Ошибки, они у всех есть. У всех. Так, погоди, ты о чём? А-а-а. О том, что что-то там сделал GDH, но в итоге это скинули на меня. Я понял. Э-э, простите, епископ Луки, послушайте. Я знаю, что в церкви есть предатель. Тот переполох не я устроил, а мой двойник. Вы не такой, как остальные служители. Почему? Я не совсем хочу в лоб говорить про то, что он какой-то необычный и типа как-то по-предательски выглядит. Короче, тот переполох устроил не я. Хо-хо-хо, дитя. И кто же тогда? Твой близнец, что ли? Э-э, ну, вы можете мне не поверить, но да. О, брат. Э-э, да, что-то вроде этого, брат. О, это всё объясняет. Вы ведь так похожи и так различаетесь одновременно. То-то я не мог понять. Мне-то ты совсем другим тогда показался. Но теперь я знаю. Как и знаю, что не ошибался в тебе, дитя. Да, да, епископ Луки. Но послушайте. Раз этот момент мы обсудили, скажите, мы можем обсудить кое-что... Кхм, ещё. Только, если что, это очень деликатный разговор. Личный, я бы даже сказал. Да? Нас никто не должен услышать, понимаете? Да, конечно. Месса закончилась, а собрание инквизиторов будет только через Скифос. Думаю, мы успеем, дитя. Вы точно уверены? Это очень, я повторюсь, очень личное. Хм, ты меня интригуешь, дитя. Интригант реально. Но ты можешь быть спокоен. Эти стены могут хранить любые секреты. Что же привело тебя ко мне? Епископ, я знаю, что в церкви есть предатель. Ух-ух-ух. Я, знаешь ли, сомневаюсь в этом. Да, и я был готов услышать эти слова скорее от инквизитора или другого служителя, чем от горожанина, который предпочитает компанию охотников. Епископ, пожалуйста, послушайте, я точно это знаю. Хм, да? Откуда же? Э-э-э-э, от меня. О, это... О-о-о-о. Братец. Это и правда. О-о-о-о. Один. У него глаза, как у котика. Один в один. Это невероятно. Вот только цвет разный. Прости, дитя, но ты проявил серьезное неуважение к церкви. И почему я должен тебя слушать, а? Хм, хм, я могу показать тебе кое-что интересное. Если ты, епископ, проведешь нас в архивы. Хм, архивы? Доступ туда открыть только служителям определенного уровня. Да, да. Слушай, в твоей церкви, вероятнее всего, завелась крыса. Неужели тебе это не интересно, а? Хм, чтобы я вам поверил, я должен провести вас в архивы, правильно? Вот именно. Хо-хо-хо-хо-хо, поверить не могу. В архиве до сих пор остались такие самонадеянные люди. А знаете что? Я готов сыграть в вашу игру. Он явно, он или супер какой-то хитрый, и реально не предатель, или он реально предатель. Это вообще, знаете, он так себя ведет, вот так, вот так, вот так. И заворотливый, как уже просто на шковоротке. За все те годы, что я служу в Эшхелде, я еще ни разу не был так заинтересован. Конечно, за большими ожиданиями часто следуют большие огорчения, но пока что мне весело. Пройдемте за мной. Серьезно, это ждеичный, красавчик. Это было просто? Что это? Я попрошу вас надеть это. Что это? Ладно, давай сюда. А, это господи. А ты, я смотрю, чувствуешь себя полноценным хозяином этого места, да? Ну, конечно, конечно, дитя. Ведь церковь это место для всех верующих. Любой верующий, ее полноправный хозяин. Когда мы впускаем в себя отца, он впускает нас в себя. Ой, 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 ой. Звучит очень плохо. Это звучит очень плохо. Ну, ладно, пойдемте. Это звучит неплохо. Я согласен, джедеич. Он в драма потоптался по библии. Ты, джедеич, уговорил. Вот это классика джедеичевская, он всегда все может. Слушайте, а робота у нас неплохая. Мне нравится. Такс, в итоге мы где-то под церковью. Прям лабиринты. Страшно, очень страшно. Надеюсь, это не какая-то там ловушка от епископа. Потому что, ну не знаю, он мог зацепиться за то, что мы знаем про предать. Здравствуйте, братья. Я желаю войти, и эти двое со мной. Без лишних вопросов, ты смотри. Ну, ше, епископ. Прикольно, прикольно. Это креетовская штука. И, знаете, блин, а прикольно, что они смогли так это прям интегрировать с анимацией. Это круто. Прикольно, спасибо. Ребятки, вы очень добры. Такс. Это явно какое-то очень секретное местечко. Спасибо, что закрыли. Вот, дети мои. Святая святых всего Эшелда. Знаете, честно говоря, я ожидал чего-то более внушительного, что ли. Ну так это же не музей. Это место, где мы храним знания. Он наручил, кстати, ее. Как же вы теперь докажите мне наличие шпиона? Так, а ну-ка. Те самые весы. Сейчас, сейчас, сейчас. Как я понял, это где-то здесь. Ты найдешь какое-то секретное хранилище, да? Так, так, так. Ага. А вот и оно. На, епископ. Так. Это... И что это? А, ну доказательство же. Доказательство того, что с помощью этого артефакта предатель. Джон, подожди. Епископ, это же тот самый артефакт, который я возвращал по вашему же приказу. Я знал. Луки, я знал, что вы не можете искренне верить в этот бред. Прошу вас, вы должны помочь нам. Эшхелд в опасности. До сих пор ничего не понимаю. Дитяш, что ты знал? Это бумажка? Это твои обвинения? Они... Нет, нету. Бедные заблудшие души. Я не знаю, как вам удалось узнать о потайном отделении в весах, но... Это обычная бумажка. На ней же написана какая-то билиберда. Наверняка она пролежала там много веков. Хм. Я тронут, дитяш, что мое небольшое задание заставило вас выстроить целую теорию. Я тронут даже вашей заботой о городе, правда. И я тронут настолько, что даже не стану о вас доносить. Потому что я вижу, что как минимум у тебя, Лол, ложка чистой сердца. Никто не использовал весы для передачи посланий, поверь мне. Это правда. Мы сражаемся за эти весы с гнолами уже давненько. Но лишь потому, что эти глупые мусорщики считают, что все, что блестит, должно принадлежать им. Но... Но, епископ, Луки, вы ведь... Тише, тише, дитя. О, возьму с собой. Очищение близится. И когда оно наступит, надеюсь, ты будешь на нужной стороне. А теперь нам пора возвращаться. Скоро начнется собрание инквизиторов. Вы же не хотите, чтобы кто-то узнал о нашей запретной прогулочке, верно? Так. Знаете ли, должен признать, наша небольшая приключенница меня совершенно не разочаровала. А вот тебе повезло, что вы с братом так похожи. Если бы не он, вход в город был бы тебе до сих пор закрыт. Хм. А ты, дитя, пожалуйста, я прошу тебя, оставь игру в героя. Здесь нет никакого секрета, нет никакой тайны. Это реальная жизнь, не выдумка. Я стал епископом, потому что помогаю приводить людей к правде. Нет ничего удивительного, что ты увидел во мне соратника. Но это не потому, что я предатель церкви. А потому, что церковь зовет тебя к себе. Прошу, хватит этой болтовни. Лоложка, пойдем отсюда. Епископ Луки? Ой. А вы как раз вовремя. Попрошу, оставьте нас. Нет, нет, нет. Я поверить не могу, что Луки оказался не предателем. О, Лоложка? Поверь, он предатель. Что? В каком плане? Ну он слишком много, спрятал письмо. Запрятал его. Ну он как-то подыгрывает. Слышал его слова. Вот именно, я слышал. Откуда ему знать про передачу посланий гнолам? Если мы не успели даже рассказать об этом. А. Ну. Он мог догадаться по контексту? А, да нет же, Лоложка. Чутье тебя не подвело. Он действительно не тот, за кого себя выдает. Но, кажется, в этой игре есть еще одна сторона, о которой мы пока что не знаем. Хм. Сторона. Ладно, кажется, все интересное здесь закончилось. Мне пора. Может, это как бы ответвление церкви. Может, он, типа, верит в эту всю фигню. Но, знаете, как ответвление церкви. То есть, они пытаются между собой на тихаря сражаться. А как ты вообще узнал, где я и чем занимаюсь, а? Хм. Что? Не нравится быть таким предсказуемым, да? Ох, Лоложка. Не переживай. Я ненадолго. Увидимся. Да куда? Как обычно. Какое? Нет смысла, короче, вообще что-то спрашивать. Задание в итоге среди нас. Найти настоящего предателя. Ммм. Кажется, я немного поспешил с выводами. Или не поспешил. А, Джон, как всегда, меня только запутал. Как бы то ни было, нам нужно найти настоящего предателя. Эту самую, как сказал Джон, сторону, о которой мы пока что не знаем. Это будет Рофлос, это будет Кардинал. Но Кардинал вообще кажется слишком фанатичным, поэтому вряд ли. Ой. Здрасте. Что? Ты все еще здесь? А что такое? Там жарко, что ли? Луки сегодня особенно не в духе. Хм. Знаешь же, каким он бывает. А, да? А каким он бывает? Да, это точно. Мне бы тоже понадобилась передышка. Мне казалось, что он самый добродушный человек во всей церкви. Слушай, а каким он бывает? А? Подожди, а вы с ним не близки, что ли? Я еще никогда не видел, чтобы епископ тратил свое время на прихожан. Обычно этим занимаются проповедники. А ты, видимо, у нас особенный, да? Раз он тебя в тот раз защищать стал. Я после той большой заварушки-то свекнул. Ты у нас какой-то особенный. Когда епископ начал заминать эту историю. Ненавижу тех, кто его любезностью пользуется. Но при этом даже не заслуживает ее. Я думаю, не против. Ну такайся, не заслуживай. Че ж ты со мной продолжаешь болтать? Возвращался бы. А я пойду. Да только не здесь, не там. Компания мне что-то не мила. А? То есть тебе не мила компания других церковников? Эй! Я с тобой разговар... А я пойду с тобой. Может, все-таки поговорим? Ай, ладно. Увязался. Расскажу тебе. Все равно тебе никто не поверит. Если ты потом кому-нибудь расскажешь. Не нравится мне, что происходит сейчас в церкви. Не нравится. Ты наверняка ведь слышал, что во всей округе воплощенные поисчезали, да? Да. Слышал и даже видел. Ну, я тоже слышал. Был недавно на городской стене. Вся стража только об этом и говорит. Даже к охотникам ходил. Расспрашивал этих. А церковь все молчит и молчит. Ни проповедники ничего не говорят на местах. Ни нам на собраниях ничего также не говорят. Я решил задать этот вопрос Лукию. Ну, сейчас. А он на меня так странно посмотрел. И говорит. Ничего такого нет. Тебе показалось, наверное. Да. Сейчас дождей давно не было. А воплощенным тоже нужна вода. Они ушли к рекам. А я с охотниками говорил. Нет никого на реках. Нет никого в топе. Вообще нигде никого нет. А как может быть такое, чтобы нигде никого не было, а? Куда поисчезали воплощенные? Что это для нас-то значит? Почему, блин, все церковники молчат? Эм, слушай, я знаю, что вас ждет. Че? Знаешь? Да. Я за этим и приходил поговорить с Лукием. Но, кажется, он не тот, за кого я его принял. Та... Так расскажи! Ммм, ты мне не поверишь. Да расскажи, расскажи! Я не выдам тебя! Прошу, прошу, у меня семья! Если семья в опасности, то... Ооооо, семья? Что-то тебя это не смущало, когда ты сжигал дом той женщины в переулке. Ну так она же неверная и... Ай, ладно. Сейчас я, кажется, начинаю что-то понимать и... Начинаю видеть, ээ... Ну, не будет подальше, чем от церкви. Просто, вместо Лукина стоит такой. Да-да-да-да-да-да-да. Что-что-что там? Что там? Что там рассказываешь? Ага, очень интересно. Да, продолжай, продолжай, продолжай. Продолжай рассказать, как ты неверен церкви. Я тебя сожгу, кстати, потом. Да-да-да. Очень интересно, очень. Наверное, так я вижу Лукина. Фашистки церкви. Её ложь. Прошу, расскажи мне. А ты у нас, смотрю, необычный парень, да? Возрадуйся, грядёт очищение. На город планируется большое нападение. Я не буду тебе ничего рассказывать. Блин, ну на самом деле он мне уже тоже много всякого рассказал, что обычно, несвойственно инквизиторам, на город планируется большое нападение. Нападение? Да, я думаю, армия воплощённых придёт с координированной атакой. Не-не-не-не-не-не, что ты такое говоришь? Это невозможно. Воплощёнными никто не может управлять. М-м-м, и куда же тогда они все подевались? Я говорил, что ты мне не поверишь, так что... А, ладно. Что же это такое-то? Ну ладно, я готов к очищению. Я готов, я... Я чувствую это, но... Но чёрт! Жена... Сыночек, они же... Послушай, нам нужно быть готовыми. Всем нужно быть готовыми. Только так мы сможем выжить и дать общий отпор. Помочь друг другу, понимаешь? Понимаешь? Ну, а может быть, ты врёшь мне? Может быть, ты ошибаешься? Сейчас я говорю тебе просто правду, которую сам знаю. Ага, ладно. В любом случае, лучше быть готовым к тому, чего не... Ну да, он же не говорит такого же, типа... Вот тебе нужно отдать себе мне деньги, тогда я решу твоё проблёвание. Нет, он просто даёт информацию, которая тебя обязывает... Ну, не обязывает ни к чему. То есть ты можешь подготовиться, а можешь не готовиться. Но только... Когда ты... Если будешь готов к этому, будет хорошо. А если будешь к этому не готов, этого не произойдёт. Как бы, ну, повезло, Кей. Ну, то есть лучше всё равно быть готовым, потому что это самая выраженная комбинация. То есть лучше подготовиться. Мне быть готовым к тому, что будет. Да. Я... Я понял. Я подумаю над твоими словами, еретик. Не. Лолошка. Зови меня просто Лолошкой. Мм. Хорошо. Лолошка. Пожать руку. Да будет так, еретик Лолошка. Встретимся позже. Сейчас мне пора. Давай. Ммм. Кто же мог подумать, что всё повернётся таким образом? Мне повезло, что Инквизитор попался с головой на плечах. И с семьёй. Которой он так дорожит. За семью призывает, да. Теперь есть хотя бы минимальный шанс, что удастся подготовиться к грядущей атаке. Так, ладно. На самом деле, то, что сказал нам Инквизитор в самом начале, это самое важное. Луки сегодня особенно не в духе. Да, то есть, получается, его наша информация с GDH немножечко так подкосила. И я так понимаю, что GDH более чем подозревает епископа Лукия, но при этом также понимает, что в этой истории, опять же, есть кто-то другой, с кем идёт общение. Но, я тут подумал, раз уже три серии подряд говорят о каком-то нападении, то, наверное, вот этот меч надо бы использовать. Так, нам нужна силы 16. А ну-ка. А, хотя стоп. А где мне монстров найти? Ну ладно, может быть, в лесу Мэрибор всё-таки кто-то остался? Ну ладно, печальность идёт. Если даже тут никого нет, то это трэш. У меня 3000 спарков, и всё, это конец. Ну то есть, вот эти 3000 спарков, это мои последние спарки, которые мы можем потратить. Тогда, наверное, возвращаемся в сон. Раз уж здесь мне всё равно делать нечего, и я пофармить всё равно не могу, то, тем более, переместиться, измерение переместится. Ну, видимо, всё. Прокачался. Здравствуйте. Блин, как же всё-таки они грамотно орудуют моим настроением. Моими эмоциями. Я вижу вот эти клинки-мырк игры Штраклана. Я понимаю, что вот никак не нафармить. Ноль монстров. Так, ла... О, Невер. Ты чё это там сидишь? Поговорить? О, Ророшка. Я поговорить с тобой хотел. О, да? Ого. А, хотя нет, я уже передумал. Подожди, ты... Ты сейчас серьёзно? Ты сейчас серьёзно? Подожди, ты реально серьёзно? У меня тоже этот вопрос в голове. Что? Подожди. Алло! В смысле? Какого чёрта? Невер! Я передумал. У меня такой вопрос. Могу ли я реально как-то с помощью червячка фармить много-много спарков? Вот сейчас у меня есть, по идее, где-то гнилая плоть, да? Так, погоди. У меня была гнилая плоть, я уверен, но... Неужели я её выкинул? А, ну, кстати, у нас есть тыковка. На! Ну-ка. Триста спарков, хорошо. Вот, кстати, хоть какой-то фарм-да есть. Надо не забывать про это. Так, а на мастерской у меня, кстати, вообще что-нибудь по... Ой. О! Внимание, вам доступен новый рецепт. Метательный нож. О, прикол. Спасибо. Но я хотел сундуки посмотреть. Здесь ничего не появляется. Ой! Что это было, бляха? А, это пила. Не пугайте меня так. Ничего в этом не пугаю. Это кейт-мод, я не шарю за это. Счёт-то тут, короче, крутится. Но, если, кстати, тут что-то крутится, мы смотрите, что делаем. Необработанная крупица скинта. Сюда, пошёл процесс. И мне кажется, нужно заточить вот этот добротный двуручный меч. И на всё про всё мне нужно примерно, ну, наверное, 16 крупиц. Сейчас вот как раз оно доделается. Ой. А, бумага кончилась. Ладно, 14. Окей, 14, надеюсь, будет достаточно. А, у меня ещё 4 здесь. Всё, супер. Мне сейчас очень интересно сравнить вот этот меч плюс 3. И вот этот меч, который станет плюс 3. Такс. Бам. Ба-бам. Ба-ба-бам. Итого у нас тут за каждую силу даётся 0,48. А тут за каждую силу 0,83. Тут 47 плюс 8. Тут 40... Почти 50 плюс 13. Но при этом здесь прибавится ещё, когда мы прокачаем силу до 16. Видите? Требования. Так, а вообще у меня какой-то метательный нож открылся. Ну-ка. Ему прокачаться бы. О. Прям так просто? Железный слиток и палка? Хочу. Попробуем. Так, здравствуйте, палка. Здравствуйте, верстак. Объединяем. И вот оно. Урон 10 плюс 12. Улучшается от ловкости. И что, он прям реально метается? Ну-ка. Мяу. Мяу. Выцеплять издалека. Типа, знаете, какие-нибудь лучники. Да, их надо будет вот так вот атаковать. Эээ. Железо надо только побольше. У меня тут переплавлялось. Отлично. И, собственно, готовка полным ходом. Знаете, у меня складывается ощущение, что нападение на Эшхалт произойдёт, возможно, уже даже в следующей серии. Монстры явно собраны. Вряд ли они будут тянуть с этим нападением. И... Готовимся, ребята. Эти мечи, эти клинки и так далее нам дают не просто так. Ну и, конечно же, не забывайте ставить лайки и подписываться, потому что... Ребята, мы не заканчиваем, мы продолжаем следующую серию. Опа, привет. Я тут подъехал к вам, чтобы сказать, что у меня вышла игра в Стиме, ребята. Если вы хотели как-то поддержать или попробовать мою игру, просто может она вам даже понравится. Я был поэтому очень рад. Вы можете перейти по ссылке в описании и её купить. На самом деле, это будет сейчас лучшая поддержка меня. Для меня это очень важно, правда. Это прям новая ветка моей жизни. Поэтому, если вы правда хотите меня поддержать, приходите в Стим, покупайте игру, играйте её, оставляйте отзывы. Вот. А так продолжаем следующий видос? Продолжаем. Обалдеть. Предатель в церкви, сборище монстров, скорое нападение на город, молчащий GDH, который скрывает, цитирую, Самое страшное может случиться совсем скоро. Сомневающийся в своей религии инквизитор и ощущение, что на фоне всего этого, сегодня произойдёт какое-то месиво. Как говорится, дамы и господа, поживём, увидим, если поживём. А вообще, всем привет, дорогие друзья. Если увидим. Я уже не знаю, как дёргаться под эти ваши танцы. Уже сто сколько там танцев кто-то танцевал. Буду дёргаться просто такой. Хе-хе, следующий раз. И, друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Сезон, в котором мы информационно готовы. Да, нам очень чётко дали понять, какая-то важная информация о мироходцах, о зарождении искры, скинтах, спарках, да даже о том, почему слабеет GDH и, возможно, Лолошка. Всё это информационно где-то около религии. Моё мнение покажется очевидным, но да, я свято верю, что религия здесь скорее ширма, которая за своими проповедями скрывает достаточно важный кусок истории. Об этом можно думать долго, гадать тоже долго, но о чём точно не нужно гадать, так это клинки Маркогрштраклара. Теперь с предыдущей серии мы можем купить их у Багрянника за 100 тысяч спарков. Как же я, чёрт возьми, хочу их. Но, кстати, мы купили новое оружие, и это добротный двуручный меч. Требование силы... Ему бы броню купить, на самом деле, мне кажется, очень бы его усилило. 16, у меня пока что сила 13. Да, слабо. Вот честно, я бы прокачался прямо сейчас, но, увы, спарков нет. А спарков нет, потому что монстры пропали. Поэтому придётся, ну не знаю, терпеть, а потом ещё терпеть. Эй, Марк, привет. Ты чё, я тут такой задумчивый? Поговорить? Лолошка, вот скажи, ты когда-нибудь задумывался о том, насколько всё-таки удивительна наша жизнь? Эй, Марк, ты... ты чего это? Всё-таки согласился попробовать пойло беренгария, что ли? Нет, просто сегодня... Ладно, я думаю, можно сказать... Лолошка, если считать по времени багрянников, у меня день рождения. День рождения тебя, счастья, здоровья, да, чувство в продажу. Марк, получается, это, с днём рождения? Знаешь, а ведь это первый раз, когда меня поздравили. Ладно. Мне нужно кое-что сделать в мастерской. Первый раз? Грустно. Это, блин, не знаю, звучит даже как-то грустно. Ну, типа, я понимаю, что это багрянники, у них это не то, чтобы, наверное, принято. И он задумался об этом только сейчас. Но всё-таки первый раз. Сильно-сильно. Так, а погоди, а в итоге что ты хочешь сделать-то? Можем поговорить? Нет, только торговать. Ой, вот оно. Клинки, мырк, игры, штраклара. Как же я хочу, чёрт возьми. По ножам мироходца. Мне всё, что угодно здесь купить сейчас, это дорого. Потому что денег тупо нет. Я не могу фармить новые. Мы, на всякий случай, забежим к Неверу, здесь... О. Ничего, общаются? Так, простите. Ну, не знаю, Гимлин. Птицы гордые. У нас не сохранилась информация о наших ошибках. Хе. Ну, хоть в чём-то мы с тобой похожи. В итоге, чё получается? У нас хранятся подробнейшие записи ваших проступков. А у нас ваши. Получается, можно так собрать историю. О, смотри-ка. Привет, Лолошка. А мы вот, смотри-ка, с Невером пытаемся восстановить историческую справедливость. Я устал, что мы всё время ссоримся, блин. Я не привык к такому. Дома должно быть комфортно. Ух ты, дома? Гимлин, рад слышать, что ты считаешь это место домом. Эм, да не, ну не то чтобы. Но выбора-то особо нет. Короче, Ророшка. Мы сравнивали, что говорится об одних и тех же событиях у нас и у дворфов. Так, и к чему вы пришли? Ах, к тому, что наши предки были редкостными... Мне кажется, к этому придётся спустя любую войну оно так и будет, мне кажется. Вот оно так и есть, чаще всего. Потом смотришь, и у каждого своя история. У каждого своя история. И это жесть. Ну потому что история, во-первых, а пишут победители, б, все равно каждая страна будет писать историю по-своему. И как-то одни будут говорить... И скорее всего, те и те будут говорить правду, но просто те и те будут умалчивать другую правду, понимаете? И в этом проблема. Поэтому не люблю историю, на самом деле. А вообще... Так, ну ладно, я там эту печь зажжённую оставил, пойду, наверное, посмотрю, там, не прогорело ли. Давайте, ребятки. Ну ты боже, они так пообщались. Не понимаю, почему он пришёл со мной говорить? Что ему надо от меня? Ты чё, Невер? Он же просто хотел, наверное, поболтать. Ну, подружиться. Нет, он явно что-то затеял. Да? То есть тебе не понравился разговор? Ой, да ладно тебе, Невер, ну не молчи. Тебе не обязательно оставаться таким сердитым и скрытным всё время. Еродивый. Никогда не говори мне, что делать. Но, наверное, я не против, если этот каратышка заглянет поговорить снова. Ну вот, я рад это слышать, Невер. Кстати, я недавно поговорил с церковниками. О, нет, нет, Ророшка, не надо. Мне не очень интересно слушать пересказы церковных бредней. Да нет, нет, про это я не собирался говорить. Торп, а что тогда? Невер, кажется, близится нападение на город. Знаешь, один инквизитор поделился со мной кое-какой информацией и... Нападение? Я не удивлён. Этого стоило ждать рано или поздно. Только вот, раз это всё-таки началось, то... Ты сам понимаешь. Да, очищение, как они называют, близкое. Угу, верно. Но, в любом случае, возможно, я уговорил того инквизитора готовиться к обороне города. О, Ророшка, будь с ними осторожен. Церковникам не стоит доверять. Но если тебе действительно удалось найти кого-то, кто прислушался к тебе, какими бы отвратителями они там все ни были, поддаваться этому дурацкому пророчеству нельзя. Нет, нельзя. Тебе и твоему дурацкому двойнику тоже нужно быть готовыми. О, понятно. Всё-то у тебя дурацкое и отвратительное, да? А, Карл, не надо. Ну ты и дурацкий, да? Так, короче, Ророшка. Я помогу кое-чем. Опа. Но мне нужен редкий материал. Ты уже вроде как бывал в топе, да? Одно время мы выращивали там... Ммм... Особые растения. Найдёшь, смогу помочь. Опа, это прикольно. А ты ведь мне говорил, что любишь растения, точно. Я тебя понял, Невер. Как они выглядели? Ну, такие крохотные. С ярко-голубыми плодами. Сами стебли и листья светло-зелёные. Почти белые. Не знаю, выжили ли они после стольких лет, но... Надеюсь, что да. Так, задание сбора урожая обновлено. Эээ, окей. Подожди, а в итоге... Что-что-что? Про подготовку к монстрам я не совсем понял. Я, возможно, уговорил того инквизитора готовиться к обороне города. Да, это правда. Он там засомневался, начал думать. Окей. А вот то, что мне и дурацкому двойнику нужно быть готовыми, я более чем согласен. Помогу кое-чем, но мне нужен редкий материал. Окей. В итоге что это за материал? О, господи, сколько заданий. Так, вот, сбор урожая. Угу, значит, белые, то есть почти белые растения с голубыми плодами. Я не видел ничего подобного в прошлые свои вылазки. Невер сказал, что может использовать эти растения для какой-то помощи. Попытаться найти точно стоит. Что-то сделать, интересно. Да, окей. Так, получается, мне нужно в топе. Невер, поговорим ещё. Расширение владений, здесь ничего нового. Здесь тоже, до свидания. Так, на всякий случай, прежде чем куда-то идти, используем сферу желаний. Она придаст мне больше спарков, больше выносливости. И уже после этого телепортируемся в топе. Вообще, на самом деле, топе я не то, чтобы осматривал в предыдущий раз. Типа, да, я немного побегал, но это было мало. Окей, переместиться. И, как говорится, здравствуйте. Ах, был бы хоть какой-то противодет. Но я опять же восхищаюсь тритикой этого сезона. Она крутая. То есть разработчики, конечно, большущие молодцы. Сидитель, типа, налево, направо. Там какие-то белые цветочки с какими-то зелёными стеблями. Но, при этом, если я найду какого-то монстра, с которого пофармлю с парки, я буду более чем доволен. Опа, опа, опа. Подожди. Цветочек явно выделяется. Ну-ка, здравствуйте. А, нет, это... Это просто подсолнух, ладно. В смысле? Он вообще не подходит под описание. Чё это там такое? Чё это там такое? Что такое? Это что, мать его, такое? А, погоди, это какая-то деревушка. А, если Небер это имел в виду, то у нас явно разные представления о крохотном. Ну да, белый, кстати. По сравнению с этим гигантом, крохотный скорее я. Но по цвету вроде бы оно. Даже отсюда вижу голубые ягоды. Надеюсь, это будет несложно. Подожди, Небер. Ты имел в виду живое растение? Он не решил не уточнять. Я решил не уточнять. Какого чёрта ты не предупредил? Надо посередине какое-то, гляньте. Стоп, стоп. Во-первых, сфера желаний по-любому. Ещё разочек явно пригодится. Мало ли там у меня что-то уже просело. Амулет красного фиала, надо что-то заменить. Так, ненадолго увеличивают урон после убийства существ. Существа у меня типа не будет, кроме одного, как я понимаю, да? Поэтому мы заменяем амулет на другое, чтобы больше регинилась. Но если эта штука сейчас будет вызывать каких-то монстров, монстриков, то тогда я заменю обратно. Привет. О, боже. Здравствуй. О, прикольно. Понял, понял, понял. Надо двигаться. Атака спад земли. Так, 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 хорошо. У меня эльфийский длинный меч. У меня хороший меч. Сюда! Тихо. Так, ладно. Ты машешь какими-то стеблями. Эй, слышь. Ай, чёрт. Я тебе не муха, чтобы так со мной обращаться. Ладно, сейчас всё сделаем, чики-бомбони. Эй, слушай, а мы всё-таки точно не можем договориться. Экс. Нет, мы не сможем договориться. Урон дофига, кстати. Ладно, это было просто. Перефарм, перефарм, ложки. Понимаю. Давай, давай. О, 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 о. Чика, 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 молодой. Батюшки. Это ещё что такое? Ай-яй-яй. Так, у меня какая-то полоска наполовину заполнилась. Что это такое? Непонятно. Но, честно говоря, узнавать я всё равно не хочу. Надо убить как можно быстрее. Тратим полностью... У меня это хелсбар как оформлен. Типа вот... Эээээ... Эээээ... Я уже примерно понимаю то, что когда он корни пуляет в землю, надо уворачиваться. Ай... Ты ещё и ротиком работаешь, понял? Тихо. Тихо, тихо. Капец, сколько каких-то каламбуров в этой части. В этих двух серий. Подумать только. О, ложка. Сколько времени прошло с последнего визита Невера сюда? Что оно стало таким огромным? Ты правда сейчас думаешь именно об этом? Вот, кстати, в момент этой атаки можно легко бить. Да, потому что... Ай... А, я сейчас умру! Бляха, долбанный луч! Ой. Почему ты там был? Не захилился. Спарки мои, спарки. Реально с самого начала. А, последний удар! Нет, 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 подожди. Ну, господи, долбанная выносливость. Ударь его! На! Пока! У-у-у-у-у-у 20 тысяч спарков Этот мой рассказ Неверу точно понравится Сколько? Нормально 25 тысяч спарков Дайте еще таких несколько боссов Мы убьем и получим клинки Смотри что с него еще выпало Белый усик, усик мутировавшего растения из Мора Он все еще шевелится Отравленный кристалл скинта О, это можно купить у Марка Поврежденные железные скороходы Выглядит не самым лучшим образом Кажется, я вижу следы от зубов этого растения Да, жалко беднягу, который носил это раньше Кого-то даже съели Так, а, ну и вот, самое главное Мутировавшие голубые ягоды О, кажется, об этих ягодах говорил Невер Они выглядят больше, чем должны были быть по описанию Надеюсь, это не сделает их хуже А, они тоже мутировали Так, ладненько Прошу прощения, здесь что-нибудь... Это что такое? Ать Нет, просто мухоловка, да Хорошо, а внутри у нас Кто-то здесь явно когда-то жил Но потом пришло это растение Точнее, выросло И все Здесь уже никто не жил Малый паз рассел Нет, но то, что у них так много спарков Говорит о том, что я могу либо прокачаться Либо нафармить на клинки Моркогрыштраклара Да, ему бы лучше, блин, бронюбку пить Там начинается какой-то будет замес А он без брони Мне сэкономить или как? Невер, кажется, я сделал все в лучшем виде Голый бегает Так, видимо, где-то у себя Невер, у меня тут красотулька Но, прежде всего Ребят, на самом деле я должен признаться Мне тут немного просполерили Точнее, так скажем, дали невероятно жесткий совет Короче, в момент дня рождения принято что? Дарить подарки И мне прям жирно-жирно написали Подари часы Марку Да, то есть тут, я не знаю, даже решили ничего не скрывать Ну что ж, давайте попробуем У меня редстоун есть Золото есть И окей Представим, что я до этого догадался сам У нас есть часики Погнали Привет А у меня для тебя это Подарок Да, реально подарить часы Не, ну на самом деле до этого я бы никогда не допер Вот типа Если бы не подсказка Вообще в жизни мы не допер Это правда Ну ладно, подарить Что это? Это тебе, Марк Подарок На день рождения Для меня? Ну конечно, конечно для тебя Иди за мной Что? А, то есть это еще и не все Видимо, поэтому мне и дали подсказку Что это какой-то очень важный сюжет, да? Ты хочешь что-то? Ну вот здесь О, повесил О, прикольно Я хочу кое-что рассказать тебе Я знаю, что не должен был рассказывать Джону о твоем измерении Да, конечно в итоге все обернулось хорошо И оказалось, что вы друзья Но я не знал этого, когда столкнулся с Джоном впервые И считаю, что кодекс чести Багрянников Обязывает меня извиниться перед тобой Оу Да ладно, Марк, ты чего? Ты не должен мне ничего объяснять Все в порядке Нет Я тоже так думал Но сейчас я понимаю, что долгое время обращался с тобой несправедливо Мои реакции на твои поступки были преувеличены А мое эго, оно Не позволяло понять Человечество В общем Прежде чем я позволю тебе пуститься в объяснение Пообещай Чтобы этот разговор остался только между нами Подожди А, то есть он меня вызвал не только чтобы извиниться Я-то уж подумал, типа Вау, извинения от Марка, ну окей А он оказывается что-то рассказать хочет А с чего ты вообще взял, что твое бормотание мне интересно? Марк, ты не обязан ничего мне рассказывать? У тебя были на то причины Да, конечно Я никому ничего не расскажу Да, интересно же послушать Когда ты узнал, что я увлекаюсь кузнечным делом Ты был удивлен Должен сказать, что это действительно нестандартное занятие для багрянника Дело в том, что я не совсем обычный Я ущербный, Лоу-ложка Я выродок Я ошибка Че он так это? Мало кто знает, как размножаются багрянники Потому что никто не был в нашем родном мире Точнее, были Но уже никогда оттуда не возвращались Так вот Мы начинаем соревнования за жизнь с самого момента рождения У нас у всех, Лоу-ложка, одна мать И наша мать помещается за рот Как прям в рои каком-то, знаете, маткой Она типа в размножении за ним Ого, продолжай В этом коконе мы питаемся, пока формируемся Когда же багряник сформировался полностью Он должен прогрызть свой кокон и выбраться из него Если замешкаться, кокон может стать слишком мал и повредить крылья А еще, коконы сделаны из затвердевшего белка Прогрызть его сложная задача К тому же, коконы багряников не пропускают воздух Сформировавшиеся багряники нуждаются в дыхании, Лоу-ложка Поэтому, если не успеешь Задохнешься И станешь питанием для следующего зародыша Обалдеть Именно такая демона В моем коконе было недостаточно крови Поэтому мое формирование закончилось раньше И я не смог развиться правильно Да, такое бывает И обычно таким, как я, не хватает сил выбраться И круг жизни повторяется Но я отчаянно хотел жить Я не хотел сдаваться Охренеть Из-за удара о землю Мой кокон повредился И все же Я смог выбраться Спустя много часов После всех моих братьев Офигеть Это невероятная история багряников Слушайте, это очень круто, правда? После вылупления, Лоу-ложка Багряники остаются в родном мире До окончания обучения О Марк маленький не может Чтобы компенсировать свою слабость И Свой маленький рост Я Так Я Что ты? Я усиленно тренировался Без сна и отдыха Ага Я был первым таким уродцем Которому удалось выжить И наши учителя сказали мне Что если я не сдам экзамен Мне не позволят его пересдать Меня просто убьют Экзамен, Лоу-ложка Это проверка, чтобы Багряник не обозорит Свою расу в других мирах Без него Запрещены межмировые переходы О, о как Современно А потом Выснилось Самое позорное У меня С вылупления Не было дара Сангвимантии Сангвимантии Это магия крови Типа он не смог Высосать из этого человека Кровь Или Без Сангвимантии Шансы сдать экзамен Багряников Стремились к нулю Я понял Что единственный Мой шанс Найти Лазейку В кодексе Капец Гляньте Маленький юрист И я нашел О Ты тут получается У нас самый умный Багряник Описание задания Которое должно Проверять Сангвимантию Следующее Багряник Должен Обескровить Свою жертву Быстрее Чем упадет Последняя песчинка В ритуальных часах Никому раньше Не приходило в голову Что Обескровить можно Не только С помощью магии И я Ухватился За эту соломинку Ааа Ты его просто Именно так Я пристрастился К созданию оружия Вот как ты стал Кузнецом Раз за разом Я совершенствовал Свои клинки Умение Владеть Ими Но Обескровить Существо магии Все равно Намного проще И быстрее Чем руками Я понимал Что не успею Именно Тогда Я увлекся Часами Незаметно До сдачи Экзамена Я смог Капнуть Немного Своей крови В часы Это Скрипило Несколько Песчинок Вместе И дало Мне достаточно Времени Чтобы успеть Обескровить Существо Все понимали Что я как-то Жульничал Но не знали Как Да и мои Стремления И рвения Произвели на Старых Учителей Впечатление И Консилиум Так и Принял решение Что я Сдал Я думал Что этот момент Моего триумфа Заставит Меня забыть О всех Насмешках Издевательствах Оскорблениях Через которые Мне пришлось Пройти Я думал Что эта победа Станет Искуплением Всех Моих Страданий Ну только Начало Но даже Оказавшись В бесконечности Мультивселенных Будучи Сильнейшим Воином Искусным Магом Я все равно Чувствовал себя Все тем же Маленьким Насекомым Который Выбрался Из коконов Позже всех Именно С тех пор Я стал искать Способы Обрести Сангвимантию Чтобы Ничем Больше Не отличаться И чтобы Стать Таким же Как все Сколько бы Я не скитался Сколько бы Я не пытался Найти Никто Не мог Мне помочь Но я знал Ответ Должен быть Как я и знал Что не умру В коконе И не позволю Убить себя После экзамена И в итоге Я нашел Этот ответ Лу-ложка Древний ритуал Который привел Меня в этот Забытый Всеми мир Мир Из которого Нельзя уйти Мир Где есть Отец Столь сильный Что Он ради Этого Ради Исполнения Своего Желания Капец Может Исполнить Любое Мое Желание Марк Подожди То есть Ты веришь В очищение Потому что Считаешь Что Оно Оно Именно Именно Лу-ложка Мои усилия Моя праведность И верность Позволят Наконец-то Получить Магию Крови Да Но Ты же Должен Понимать Что Большинство Религий Построено На надежде Которые Почти Никогда Не сбываются Нет 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 Молчи Здесь Все Не так Путь Сюда Был Слишком Сложным Жизнь Здесь Слишком Полна Лишений Чтобы Чтобы Все Это Оказалось Зря Но В любом Случае Джон Понял Что Я не Обладаю Сангвимантией Практически Сразу И Стал Угрожать Мне Жизнь Багряника Лолошка С момента Вылупления Это Борьба Постоянное Соревнование И Постоянный Как он Обескуражил Получается Конфликт В этом Плане Я Наверное Самый Истинный Багряник Из всех Знаешь Я ведь Раньше Никогда Не сталкивался С концепцией Дружеского Соседства В наших Сотах Где мы Росли Всегда Нужно Было Следить Чтобы Тебя Не Убили Я Никогда Ни с кем Не Общался Просто Так Ты Был Первым Кто Дал Мне Это Я Не Хотел Чтобы Джон Рассказал Тебе О Моей Слабости И Чтобы Ты Разочаровался Во Мне Впервые Я Почувствовал Что Я Сильнее С кем То Нежели В Одиночестве Ага Подожди То есть Ты Подумал Что Я Засмею Тебя Не На самом деле Вот Чисто Он Жил В таком Обществе Типа Засмеивали За слабость Поэтому Ему Тяжело Дается То Что Другим Это Не Самое Важное В Жизнь Такая Зрительская Симпатия Я Считаю Что Топ Один По силе Это Скорее Джидеич А на Втором Месте Скорее Марк Потому Что Ну Из Него Как То Не Знаю Пылает Эта Сила Причем Буквально Пылает Ты Был Прав Что Не Рассказывал Мне Твое Нытье Даже Хуже Чем Стенание Невера Марк Я И Сам Уже Догадался Просто Ждал Когда Ты Мне Расскажешь Спасибо Эй Марк Ты Чего Как Я Могу Считать Тебя Слабее Когда Ты Столько Всего Преодолел Там Где Другим Доставалось Легко Ты Выгрызал Свои Успехи Ты Намного Сильнее Своих Братьев Я Никогда Не Пойму Как Ты Можешь Так Рассуждать Мои Слабости Лолошка Не Делают Меня Сильнее Это Противоречит Банальной Логике Да Но Его Слабости Привели Его К тому Где Он Сейчас И Какой Он Сейчас Поэтому В принципе Слабости Изначально Дали Ему Силу Поэтому Не Был бы Он Слав Он Не Стал Был бы Каким-то Супер Крутым Кузнецом Который Умеет Делать Мега Крутые Клинки Он Может Сделать Армию Багрянников Теперь Он Может Давать Им Крутые Клинки Будет Становиться Еще Сильнее Он Может Стать Очень Важным Челом Только Он Так Умеет Сам Смекалка Ум Ну и Конечно же За часы Это Прекрасный Подарок Спасибо Не забывай Ты пообещал Что эта история Останется Только Между нами А теперь Я таки Займусь Своими Клинками Ага Хо-хо-ха Обалдеть Я понял Почему Мне нужно Было Подарить Эти часы Это Невероятно Крутая История Не только Вот здесь И сейчас Но для всего Лора Впервые Я познакомился С багрянником Знаете Сколько Четыре Сезона Назад И тут На тебе Мы наконец-то Узнаем Как Экзамен Восстановление Растут Вылупляются Причем Буквально Вылупляются Это круто Прям реально Круто Спасибо большое За то Что подсказали Вот честно Я бы до этого Никогда не додумался Пока мы Жалкие Людишки Пьем Молоко Они Кровь Хавают Просто такие Чисто На завтрак Обе В итоге Торговля какая-нибудь Типа там Скидочка Нет Скидки не появилось Я кстати узнал Зачем вот эти вот Чистые кристаллы Скинта Отравленные кристаллы Скинта И так далее Если мы берем Какой-то меч Далее добавляем Этот кристалл Скинта То Та-дам У него появляется Эффект Отравленный Наверное Прямо сейчас Делать я этого Не буду Потому что Я не уверен В этом оружии Геймлин А у тебя чего Поболтаем О Отдать белый усик Вот Ну-ка давай сюда Ча-ща Все будет О Смотри Цепляющий ус Стоимость товара Тысяча спарков Окей Покупаем Спасибо И что это делает Амулет Созданный Из растения Дарует Владельцу Цепкость лозы Снижая расход Выносливости На выполнение Трюков О То есть Мы будем Немного экономить Выносливость Окей Сейчас конечно Мне это не пригодится Но Ради паркура В будущем Пусть будет Спасибо Так Кстати У него все хорошо О господи Тихо Куда паркурить Вот трюки Трюки показывает О А так погоди Тут еще и берингарий Здравствуй Здравствуй Альфред Если что Перестал бредить Дыхание Выровнялось Заражение Знаешь ли Тоже как будто Замедлилось Хм Как будто бы Эта хворь Знаешь ли Оставила свои попытки Его заполучить Что это такое Ну или же Может быть Она там Приостановила Не должно быть Так Не должно Юному воину Стало лучше А у меня Знаешь ли Как будто Кошки на душе Схребутся Пречувствия У меня Такой Знаешь Ложка Плохое У меня Пречувствие Ну или же Это просто Газы От зеленых Мухоморчиков Берингарий Ты не повторим А то Мухомора любитель Это все равно Плохое Подожди А Это чисто персонаж Рофл Чисто ходит Мухомор И жрет Блин Бредит Прикольно Что в итоге Он больше не заражает Погоди А у него Как будто Кристалл Стал меньше Не Или это у меня Уже бред Но да Мы понимаем Что если у него Закончилось заражение Точнее он перестал Заражаться То это не обязательно Хорошо Потому что мы Видели Вот это Да Как буквально Перед нами Распался один Из зараженных Если в итоге Получится так Что Альфред Распадется Это Блин Я даже не знаю Не хочу об этом думать Ладно Невер Это самое У меня давным-давно Ягодки есть Все принесу сейчас Надеюсь здесь Не спишь О привет Так вот Возьми Отдать ягоды Это Ба Это же Похоже на то Что я просил Но Оно Не похоже Размерами Кар Геродивый Ты даже тут Отличился Но Невер Твои растения Мутировали в огромного Хищного гиганта Я еле отбился От него Ты уничтожил их? Ну да А как еще? Либо я их Либо они меня Ооо Я понимаю Что? Так ладно А чем ты собирался Помочь мне? Сначала Спарки Что? Невер Ты шутишь? Я гонялся За этими ягодами А теперь ты еще И Спарки требуешь? Да Ну да Ты еще захотел Невер Невер Классика Ну ладно У меня есть Спарки Замок GDH 2000 Подожди Это за те самые ягоды? Расширение владений Здесь ничего не появилось? Здесь торговля Все такая же? Ну давай Замок GDH Отойди Что? Что он будет Замком? Сделать его Не таким вычурным? Так Супер Спасибо большое А что произошло? В итоге ты ничего не скажешь? То есть за эти ягоды я Подожди Я его типа купил? Или ты за эти ягоды В итоге что-то сделал? То есть Не не так Эти ягоды Они нужны были Чтобы что-то сделать? Я просто не понимаю Что в итоге могло измениться? Эй GDH А ты дома? О Фонтан Это еще что такое? Эээ Привет, Джон Фонтан? Что? О нет Он думает, что он смешной Зачем мне здесь фонтан? Почему ты не создал его, например На своей территории? Эй Ну знаешь И чисто технически Это моя территория Потому что все это мой сон Ну ладно Справедливо Но все-таки Для чего он? Ну Невер сказал, что он поможет И Сделал Хм Ну-ка, на-ка Та-та-та Странненько все это Что? Водичка? Хм Что? Может помыться? Кажется, я понял Эй, ты где? А Беру свои возмущения назад Возможно, я недооценивал Твоего пернатого дружка Ты что, только что передразнил Невера? Хм Ага Так, ну ладно А что за фонтан-то, ты понял? Понял И Я не скажу И Не скажу Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха Джон, ты опять за свое Классика Опять за свое Хе Да ты рофлишь Подожди, ну скажи Я не могу Я ходил Убивал огромную монстрюку Заплатил за это еще Две тысячи спарков В итоге у меня дали фонтан И И что? Подожди, я должен догадаться? Может быть я должен прыгнуть? Ну-ка И что? У меня, блин, диссонанс какой-то Скажи уже, пожалуйста Может быть я там загоражу ему солнце? Не, видимо никак Окей По итогу это что же получается? Че не фонтан-то? Не скажет Не GDH Давайте на всякий случай проверим Ну-ка, привет Так, могу торговать Могу расширяться Насчет торговли Что фонтан, блин? Окей, я бы, наверное, купил у тебя Экспериментный привет Далее сразу проверяем Что у нас появилось И это Так, как будто новая свеча Какие-то подсвечники Это все мне не то, чтобы надо Но вот что именно появляется новое Я не понимаю, честно Тут так много товара А, не, смотри Магический саженец Ммм Звучит хорошо Приятненько Ну да ладно Покупать я, наверное, больше ничего не буду Я очень хочу пользоваться Вот этим добротным двуручным мечом Типа, для него нужна сила 16 Но Я понимаю, что даже Если я прямо сейчас прокачаю эту силу Мне бить-то некого Монстров практически нет Когда появятся эти монстры И вообще появятся ли они Что это за сюжетный поворот такой, а? Когда мне дадут кого-то бить? Все это мы узнаем, видимо, уже в следующих сериях Я уверен, что монстры появятся Но вот когда? Не знаю Огромная история за рождение багрянников Это было шикарно Ну да, история прикольная Вот она была интересная Я могу сказать, что данный сезон Он закрывает так много вопросов Про другие сезоны Как понимаю, этот сезон наиболее важен Для раскрытия лора общего И, в общем, классно То, что даже не зная, что было в предыдущих сезонах Мне очень интересно смотреть И я, честно говоря, не чувствую себя Знаешь, где Обделенным Непонимающим То есть Все равно очень интересно Сток офигенный И ведь это всего лишь Наверное, даже предыдущий сезон Даже намного важнее В плане понимания того же GDH Вот это было прикольно Типа, в предыдущий сезон Он очень сильно раскрыл GDH Показал его с разных сторон И это прикольно Потому что в YouTube мы взаимодействуем с ним Слишком часто И за него даже играть можно тут Прикольно Какая 26 серия получается, да? Такое обычно раскрывается Дай бог там к 50 серии А тут на тебе Начало сезона как будто Короче, ребят Не забывайте, пожалуйста Ставить лайки Не забывайте подписываться Ребята, ссылочка на регионал в описании Приходите на Подписывайтесь на ложку Подписывайтесь на мой канал Мне было бы очень приятно Всем счастья, здоровья Дальше в предыдущем Пока